Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Виктория Бичурина. Сегодня наш праздничный выпуск посвящен двум государственным праздникам и основным событиям страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Демократично и в строгом соответствии с Конституцией. Президентские выборы 2020 года из-за пандемии коронавируса будут проходить в совершенно особых условиях. Об этом заявила в парламенте председатель Центра избиркома Лидия Ермошина, сообщает Белта. Изменения коснутся всех участников кампании. Например, сборщиков подписи обяжут выполнять рекомендации Минздрава. Всех их должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. Выполнять рекомендации по социальному дистанцированию и обеспечению средствами защиты обяжут и наблюдателей. С самого утра 9 мая по улицам райцентра разлетались мотивы военных песен. На ветру трепетали праздничные флаги. На одежды сморгонцев красовались символические яблоневые цветы. Вместе со всей страной сморгонщина отметила великий праздник – День Победы, ведя обзор от нашей съемочной группы. 75 лет прошло со дня Великой Победы. Страна давно залечила раны войны. Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле. Ожили леса, заструились чистой водой реки. Из руин поднялись светлые города и села. Уже не одно поколение родилось и выросло в мирное время. Да и страна давно стала другой. Но незабываемой остается только лишь память народная. Митинг, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Митинг, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войны. 9 мая 45-го года для всех нас дата особой исторической важности. В ней неразделимо переплетены торжество и скорбь, радость и слезы. Военное лихолетие коснулось черным крылом каждой белорусской семьи. Но ничто не смогло сломить свободолюбивый дух нашей нации. И хотя давно отгремели кровополитные бои, ушли в прошлое тревожные и нелегкие послевоенные годы, но не вычеркнуть из памяти патриотизм белорусского народа. Истинным примером стойкости и любви к родине стали сотни опаленных войной судеб жителей нашего района. Вместе со всей страной наша земля, наша родная Смаргонщина преодолевала тяжелейшие испытания, а жители сохраняли веру в победу. Сегодня мы с особой гордостью ждем наших фронтовиков, тружеников тыла, которые ценой невероятных усилий выдержали все тяготы военного и послевоенного времени. Заслуга каждого ветерана будет вечно жить в памяти, ведь значение подвигов с каждым годом становится все более величественным и важным. С 75 мирных лет белорусский народ живет и трудится под чистым небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг дедов и прадедов. Мы помним, кому обязаны жизни. Мы помним, кто избавил и освободил от немецко-фашистского ига. Громогласно звучат слова о бесстрашии тех, кто в один миг по призыву Родины стал поколением легендой. Их традиции перенимают современные защитники Отечества, дав священную клятву беречь и защищать вечные ценности, человеческую жизнь, родную землю. Желаю вам мира и добра, здоровья и процветания. С Днем Победы! Минута молчания, минута прощания, И вспомнить всех сразу не в силах наш разум. Минута молчания, на сердце печалью. Поклонимся, помянем, помолчим. Ничто не позабыто, все помнится, никто не позабыт. И в нашем сердце, как молитва, святое пламя памяти горит. Сто верст прошел солдат дорогами войны, Как дороги были мгновенья тишины. Сегодняшних солдат дороги мира ждут. В честь павших пусть гремит торжественный салют. КОНЕЦ 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 75 лет над Республикой Беларусь мирное небо. Не гибнут люди под взрывами бомб и снарядов. Не тревожит сон вой воздушных сирен. Глаза матерей не покрывает пелена слез. Затянулись раны многострадальной белорусской земли. Нетленно лишь наша память о тех, кому мы обязаны свободой и счастьем. Имена воинов увековечены на памятных табличках, которые устанавливают на памятниках в рамках областного патриотического проекта «Память. Единство. Победа». На памятнике возле деревни Вусюки в праздник Великой Победы торжественно была открыта памятная табличка. Глава района, его заместители, представители силовых структур возложили на плиты живые цветы. Почти в память погибших воинов в Великой Отечественной войне. В рамках областной акции «Память. Единство. Победа» мы открываем сегодня две таблички, что на этом месте происходило. Здесь начиналась война для города Сморгони. На четвертый день фашисты приблизились к городу. Это было 25 июня. Основные силы советской армии начали отступать в сторону Молодечно. На так называемом Ашвянском тракте оставались заслоны, небольшие отряды красноармейцев. Здесь оборону держали пехотинцы Вильнюсского пехотного училища. Они все погибли. И сегодня мы увековечили их память табличкой. Память народная гаснет. 75 лет прошло. И для того, чтобы мы не забыли тех событий, которые происходили на нашей Сморгонщине, мы это сделали. Всего в районе появится шесть таких информационных табличек. На белорусском, русском и английском языках на них запечатлены страницы о событиях либо участниках Великой Отечественной войны на Сморгонщине. Таким образом, во всех регионах области будет создан музей истории Великой Отечественной войны Гродничины под открытым небом. Долг поколения наследников воинов-победителей помнить, знать, любить, хранить и передавать другим историю Великой Победы. На восточном берегу Вилей, в четырех километрах от Сморгони, расположен мемориальный комплекс «Переправа». Один из многих тысяч обелисков, памятников, мемориалов, прославляющих героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Стала доброй традицией посещать и возлагать цветы к мемориальному комплексу – месту, откуда началось освобождение нашего города. 9 мая мы вспоминаем и чествуем павших и живых, воинов и мирных жителей – всех, благодаря кому была завоевана победа в самой страшной и кровопролитной войне прошлого столетия. В памяти народа всегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой Отечественной войны выдержал все испытания. К подножию памятников и монументов возлагаются цветы. Символично, что именно на мемориальном комплексе в этот день прошел торжественный ритуал принесения присяги. Торжественные ритуалы в органах внутренних дел всегда приурочиваются важным памятным датам, поэтому сегодня предлагается принять присягу нашему вновь прибывшему сотруднику органов Гусморгонского РОВД майору милиции Гришкевичу. Принять ее присяги. Длянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня обязанности. Длянусь быть честным, мужественным, учительным при исполнении служебного долга, строго хранить государственную и служебную тайну. Длянусь, не щадя своей жизни, хранясь права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства. Два месяца назад в Сморгонское РОВД прибыл майор милиции Александр Гришкевич, который будет служить в должности участкового инспектора. Словами присяги, произнесенными перед представителями местной власти, он подтвердил свою готовность и стремление честно выполнять служебный долг, быть верным отчизне. Родом я из города Сморгонь, закончил среднюю школу номер два города Сморгони, после чего поступил в военную академию и после окончания военной академии служил в органах пограничной службы Республики Беларусь. Пополнил ряды я РОВД 16 марта текущего года, то есть уже второй месяц я прохожу службу в ОВД Сморгонского райисполкома. Сегодня торжественно, в такой праздник, в юбилейный год принимали присягу. Ну, вы знаете, это очень волнительно и в то же время приятно и памятно будет. Этот день я запомню, естественно, на всю свою жизнь, потому что это такая великая дата. Слова присяги я произносил сегодня с гордостью и волнением. Мне было очень приятно именно в этот знаменательный день для нашей страны принимать присягу на верность Родине. После официальной части глава района Геннадий Хоружик пожелал Сморгонскому правоохранителю быть достойным неувядающей славы отцов и дедов. День Победы – это праздник, который объединяет нацию чувством гордости за доблесть предков, наполняет душу священным трепетом и слезами горести за муки, выпавшие на их долю. Это праздник гордого и славного своей истории народа-освободителя. Что значит праздник Великой Победы для Сморгонцев, узнавала наша съемочная группа. Для меня сегодняшний праздник очень важный. Сегодня весь белорусский народ, советские люди отмечают 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Война была очень кровопролитной, наверное, самая кровопролитная в истории нашего народа. Для меня важна эта дата тем, что я считаю, что необходимо отдать память тем людям, которые погибли в этой войне, которые ковали победу, которые выстояли, которые дали нам мир. Мой дедушка по материнской линии участвовал в Великой Отечественной войне, был красноармейцем, погиб в апреле 1945 года, не дождавшись месяца до окончания войны. День, наверное, важный не только для меня, но и для всего нашего белорусского народа. Конечно, очень важен. У меня воевали дедушки. Два дедушки. Один был моряком, второй танкистом. Оба дожили до победы, имеют награды, и это очень такое символично, когда приезжали. Про эти награды дедушку когда спрашивали, и одного, и второго, они просто опускали глаза и говорили, дети, вам лучше об этом не знать и не видеть. Даже сейчас, говоря, волнуюсь, потому что видишь, вспоминаешь своих дедушек, которые прошли, это немаловажно, но в душе всегда большая благодарность за то, что мы сегодня можем спокойно пройти, подышать этим свободным воздухом и чувствовать себя свободными людьми в этой стране. Ты сегодня с кем пришел на праздник? С папой и с бабушкой. Наши солдаты победили в войне. А ты пришел сегодня с цветами. Что ты будешь с ними делать? Ну, подружу, когда солдаты. Я помню всех героев войны. Мы два деда воевали. Ты ими гордишься? Да, горжусь. Кто не будет помнить, то будет все потеряно, в общем-то. И если мы забудем подвиг наших отцов, дедов, всего Советского Союза, когда они победили эту фашистскую нечисть, если мы это не будем каждый год праздновать и вспоминать об этом великом подвиге советского народа, то он уйдет в лета, как и все остальное. Поэтому, особенно на нашей земле белорусской, обильно пролитой кровью, через нее прошли все фронта нашей Советского Союза, которые начали защищать в основном, то есть Белоруссия пошла и дальше. Поэтому здесь, на нашей земле остались останки всех национальностей, всех героев, которых мы сегодня чтим, помним. И поэтому мы считаем своим долгом приходить на этот праздник и этим, как бы, наверное, оказывать свою какую-то честь, почесть тем людям, которые погибли за нашу Родину, за наше Отечество, за нас, за наше будущее, за наших детей, за наше счастье. В моей семье родные дяди, мы трое дядей воевали по материнской линии, и трое погибли на войне. Старший 8-го числа, 8-го мая написал письмо «Победа», а 9-го числа в Берлине погиб. Также у моего дедушку по материнской линии двое детей тоже погибло. То есть, получается, с одной хаты пять похорон. А со стороны отца, вот четверо сыновей ушли воевать, и все вернулись. Вот смотрите как. Так что у меня честь должна быть, чтобы почтить память всем погибшим, кто нам ковал победу, и чтобы над нами было мирное небо. Атрибутами любого суверенного государства являются государственный флаг, герб и гимн. Каждое второе воскресенье мая отмечается в календаре праздников нашей страны, как день государственного герба и государственного флага. Геральдические символы нашей республики – это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества. Кожная другая неделя мая отзначена у святочным календары нашей краины, як день державного герба и державного стяга Республики Беларусь. Державный герб и державный стяг з'являются основными атрибутами державности, які адлюстровують усю самобытность, культуру, традиции нашего народа, перенесенные простогодзи. Державная символика Республики Беларусь мая свою историю, караньями сыходзиць у глиб стагодзял, выказывая саправдна народные традиции, отповедая сучасному и перспективному развитию нашей краины. Гоноровое право поднять державный стяг Республики Беларусь представляется керавникам организаций, які досягнули лепших выникав у выкананні основных показчиков социально-экономічного развития нашего района. Селета поднять стяг были удостоены директор жильова коммунальной господарки Михаил Найдзич и старшиня Караневского сельсовета Светлана Господарова. Яральдичные символы Беларуси адлюстровують миролюбность и силу духа нашего народа. Его створальные меты и мкнение до свободы и справедливости. Каждая страна имеет свои символы, которые выражают ее политическую самостоятельность и независимость, историю становления и развития, национальную самобытность. Государственный флаг Республики Беларусь – неотъемлемая часть нашего прошлого и настоящего. Красная полоса на нем – отражение мужества народа, кровью отстоявшую свою свободу. Зеленая – цвет жизни и надежды, цвет наших лугов и полей – свидетельство мирного и трудолюбивого характера беларусов. Белая полоса с орнаментом – символ нашей чистоты и высокой духовности. Пусть эти величайшие национальные ценности освещают самые важные события нашей жизни, наполняют сердца высокими чувствами любви к Отечеству и ответственности за его судьбу. Свято державной символики отзначается после дня перемоги советского народа у Великой Айчинной войне. И это вель не важно, потому что наша державная символика стала часткаю героичной истории краины. Символы ярко длястровывают адвечную мудрость беларуского народа, мирный характер его державы и мкненне супрацовничать с усими народами свету. Удар поезда не будет мягким. Вблизи железнодорожных путей и на платформе опасно пользоваться наушниками, разговаривать по мобильному телефону, а также находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Белорусская железная дорога напоминает. Будьте внимательны! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сморгонский район во вторник пересек активный атмосферный фронт. На район обрушились арктические воздушные массы в сопровождении снегопадов. Местами установился снежный покров от 1 до 2 см. День оказался рекордно холодным. Такие изменения в погоде бывают крайне редко. Падение температуры воздуха за сутки составило 23-25 градусов. В среду, 13 мая, на территорию района продолжат поступать арктические воздушные массы. Будет властвовать циклон с центром над Эстонией и его фронтальный раздел. Характер погоды будет неустойчивый. Ночью без осадков – 0,2. На почве в окрестностях города заморозки до 0-1. Днем на большей части пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Не выше – плюс 9, плюс 11. Ветер юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. В четверг, 14 мая с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Будет облачно с прояснениями. Ночью заморозки – 0,2. В окрестностях города до минус 1. Днем – плюс 10, плюс 12. Ветер северный слабый. В пятницу, 15 мая, характер погоды особо не изменится. В ночные часы заморозки – 0,2. В окрестностях города – до минус 1. Днем – плюс 11, плюс 13. Ветер западный – умеренный. По предварительным прогнозам, май в этом году окажется с характером апреля. До середины третьей декады мая продолжат поступать холодная воздушная масса. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Это были все темы на сегодня. Мы прощаемся с вами. До следующего выпуска. Берегите себя и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова